Уважаемые аквариумы, дорогие друзья, от лица организаторов я приветствую участников научно-практической конференции полтора века российской аквариумностики. Аквариумная компания Аквалога совместно с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева и компанией Тетра организовали для нас нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо, что вы сегодня здесь. Начнем мы сегодня наш разговор даже не с истории, а с предыстории российской аквариумностики. Спасибо. Не с 1867 года, от которого мы ведем отсчет истории нашего увлечения. От гораздо более ранних времен. Дело в том, что впервые о содержании рыб в сосудах в России узнали гораздо раньше. Некоторые историки говорят о том, что китайских золотых рыбок в вазах привозили еще и Василию Темному, и Иоанну Грозному, и царю Алексею Михайловичу. Но первые достоверные сведения о том, что о содержании аквариумных рыб, известно с 1790 года, когда граф Ильбой Липотекин подарил Екатерине II подобного рода, как здесь на этой гравюре представлено, базу с китайскими аквариумными рыбами. Значит, это были золотые рыбки. Естественно, содержать их в те времена не умели. Поэтому довольно быстро они умерли. Но это был первый известный случай, когда аквариум появился в России. В середине XIX века из Магдабурга возвращается коммерции советник VIII класса Альберт Иванович Гамбургер. Директор тогдашнего представительства российского компании ШВАБЭ. Эта компания, вообще говоря, занималась производством медицинского оборудования, стеклянных товаров, всяких, так сказать, копочек, стетоскопов и так далее. И она же производила первые в России отечественные аквариумы. Вот здесь вот на слайде показано. Это магазин компании ШВАБЭ в Москве в те времена. А вот это вот стенд компании на промышленной выставке в 1958 году. При этом слова аквариум еще не было. Слово аквариум изобретено госверосмейлером в 1853 году. А в 1850 году Гамбургер уже начинает в Санкт-Петербурге производство емкостей для задержания рыбы. В 1858 году впервые он представляет аквариумы на выставке императорского общества садоводства. Это произвело тогда неизгладимое впечатление на тогдашнюю элиту российского государства. И аквариумистика становится очень быстро модным занятием для представителей царского рода, князей, элиты и так далее. Вот, в частности, граф Алексей Уваров, который весьма много сделал для отечественной науки, почетный член Санкт-Петербургской академии наук, был одним из первых аквариумистов. И вот этот вот хорошо знакомый вам рисунок восьмиугольного аквариума, это именно аквариум графу Уварова. Значит, чтобы вы представляли себе масштаб, это не маленькая настольная конструкция, а это восьмиугольник диаметром более двух метров и 70 сантиметров высоты, глубиной по стеклу. То есть это довольно такая монументальная емкость была. Вот, там уже была помпа, правда, мы не знаем, на каком принципе она действовала, явно не электрическая. Вот, но там был фонтан, грот, обогреватель керосиновый. Вот, и, как вы видите, она была буйно украшена надводной растительностью. С подводными растениями тогда была большая проблема, потому что, в общем, освещения такового не было аквариумов, и содержать водные растения тогда не умеет. Значит, гамбургер своими аквариумами снабдил практически все богатые дома Москвы и Санкт-Петербурга. В 1860 году он изготовил для зимнего сада особняка Пугуэктова в Москве первый в мире буйудариум. Тогда буйудариумов еще вообще не знали. Значит, я позволю себе зачитать описание этого сооружения из книги известного русского натуралиста и аквариумиста Зографа. Николай Юрьевич Зограф вообще говоря, его можно назвать первым гердописцем в российской аквариумистике, потому что многие факты из того времени мы знаем только из его трудов сейчас. Значит, вот что он пишет об этом пугуэктове. Значит, аквариум этот был четырехугольный и состоял из двух частей. С оквариума, а на дне террариума оба соединялись посредством скал, вершины которых находилась в террариуме, и по которым земноводные, в случае надобности, могли сходить вниз в аквариум. Этот аквариум-террариум был так велик, что весил более ста пудов, и его пришлось при установке на место поднимать с помощью блоков. То есть вот такие вот тогда, как говорится, сооружения. В 1856 году по инициативе профессора Московского университета Богданова, вот он на первой фотографии здесь, был организован комитет по акклиматизации животных и растений, который через 8 лет был преобразован в императорское русское общество акклиматизации животных и растений. Значит, похоронительствовали этому обществу представители царской семьи, значит, великий князь Николай Галович Роматус-старший и почетным председателем императорского русского общества акклиматизации животных и растений был великий князь Сергей Александрович. Вот здесь вот вы видите нагрудный знак, награду, которую выдавали за заслуги в области акклиматизации. Причем, знаете, знаки эти различались по отделам, и вот знак, который представлен здесь, это знак и теологического отдела. Наверху, вы видите, вот здесь вот. Вот это вот их теологический отдел императорского русского общества акклиматизации. Имени императора Александра Второго. Вот такие награды выдавали за заслуги в области охраны природы тогда. В 1863 году в Москве состоялась первая акклиматизационная выставка. Значит, императорское общество акклиматизации с этого момента начало проводить эти выставки ежегодно. Вот в Политехническом музее, где состоялась первая выставка, в дальнейшем эти выставки проводились в Манеже. И вот здесь вот плохо видно, к сожалению, гравюры показывают как раз выставки, эквенциационные выставки в Манеже разных лет. То есть вы представляете себе московский Манеже, огромный зал, никаких перегородок там не было. Там привозили землю, в горшка, в катках, в емкости организовывали сады. И вот там же стояли аквариумы в Манеже. Делалось это все усиление замечательного русского натуралиста Анатолия Георгиевича Богданова. Собственно, он являлся организатором императорского общества акклиматизационного, он же и благодаря ему проходили эти выставки. Имперт Иван Гамбургер на этом стал очень богатым человеком, известным при дворе. И в 1984 году, например, он презентовал будущего императора Николаю II, тогда великому князю Николаю Александровичу, в подарок огромный, по тем временам, аквариум, длиной полтора метра и объемом более двухсот литров, богато украшенный. Наследник престола был столь впечатлен подарком, что пожаловал Альберт Иванович Гамбургер перстнем с любимыми галерой бриллиантами, а аквариум занял достойное место в кабинете его императорского величества в Санкт-Петербургском дворце. Довольно, что этот аквариум там сохранялся до событий 1917 года, когда его разбили и уничтожили, известные вам все переворочили. Мы переходим к конференции представителю компании «Аквалог», организатора сегодняшнего мероприятия, Александру Лебедеву. Пожалуйста. Дорогие друзья, от лица организаторов я приветствую участников научно-практической конференции полтора века российской аквариумностики. Аквариумная компания «Аквалога» совместно с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева и компанией «Тетра» организовали для нас нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо, что вы сегодня здесь. Уверен, будет интересно. Добро пожаловать. Здравствуйте, уважаемые друзья. Начнем мы сегодня наш разговор даже не с истории, а с предыстории российской аквариумностики. Не с 1867 года, от которого мы ведем отсчет истории нашего увлечения, а с гораздо более ранних времен. Дело в том, что впервые о содержании рыб в сосудах в России узнали гораздо раньше. Некоторые историки говорят о том, что китайских золотых рыбок в вазах привозили еще и Василию Темному, и Иоанну Грозному, и царю Алексею Михайловичу. Но первые достоверные сведения о том, что о содержании аквариумных рыб известно с 1790 года, когда граф Ильбой Липотекин подарил Екатерине Второй вот подобного рода, как здесь на этой гравюре представлено, вазу с китайскими аквариумными рыбами. Значит, это были золотые рыбки. Естественно, содержать их в те времена не умели. Поэтому довольно быстро они умерли. Но это был первый известный случай, когда аквариум появился в России. В середине XIX века из Магдебурга возвращается коммерции советник VIII класса Альберт Иванович Гамбургер. Директор тогдашнего представительства российского компании ШВАБЭ. Эта компания, вообще говоря, занималась производством медицинского оборудования, стеклянных товаров, всяких, так сказать, копочек, стетоскопов и так далее. И она же производила первые в России отечественные аквариумы. Вот здесь вот на слайде показано это магазин компании ШВАБЭ в Москве в те времена. А вот это вот стенд компании на промышленной выставке 1958 года. При этом слова аквариум еще не было. Слово аквариум изобретено госсверосмеллером в 1853 году. А в 1850-м Гамбургер уже начинает в Санкт-Петербурге производство емкостей для задержания рыбы. В 1858 году впервые он представляет аквариумы на выставке императорского общества садоводства. Это произвело тогда неизгладимое впечатление на тогдашнюю элиту российского государства. И аквариумистика становится очень быстро модным занятием для представителей царского рода, князей, элиты и так далее. Вот в частности граф Алексей Уваров, который весьма много сделал для отечественной науки, почетный член Санкт-Петербургской академии наук, был одним из первых аквариумистов. И вот этот вот хорошо знакомый вам рисунок восьмиугольного аквариума это именно аквариум графу Уварова. Значит, чтобы вы представляли себе масштаб, это не маленькая настольная конструкция, а это восьмиугольник диаметром более двух метров и 70 сантиметров высоты глубиной по стеклу. То есть это довольно такая монументальная емкость была. Вот. Там уже была помпа, правда мы не знаем на каком принципе она действовала, явно не электрическая, но там был фонтан, грот, обогреватель керосиновый. И, как вы видите, она была буйно украшена надводной растительностью. С подводными растениями тогда была большая проблема, потому что освещение такового не было аквариумов и содержать водные растения тогда не умеет. Значит, гамбургер своими аквариумами снабдил практически все богатые дома Москвы и Санкт-Петербурга. В 1860 году он изготовил для зимнего сада особняка Пуэртова в Москве первый в мире буйударь. Тогда буйударь его еще вообще не знали. Значит, я позволю себе зачитать описание этого сооружения из книги известного русского натуралиста и аквариумиста Зографа. Николай Ильич Зограф вообще говоря, его можно назвать первым гернописцем в российской аквариумистике, потому что многие факты из того времени мы знаем только из его трудов сейчас. Значит, вот что он пишет об этом буйударе. Аквариум этот был четырехугольный состоял из двух частей собственно аквариума а на дне террариума. Оба соединялись посредством скал, вершины которых находились в террариуме и по которым земноводные в случае надобности могли сходить вниз в аквариум. Этот аквариум-террариум был так велик, что весил более ста пудов и его пришлось при установке на место поднимать с помощью блоков. То есть вот такие вот тогда уже сголовные сооружения. В 1856 году по инициативе профессора Московского университета Богданова вот он на первой фотографии здесь был организован комитет по акклиматизации животных и растений который через 8 лет был преобразован в императорское русское общество акклиматизации животных и растений. Покровительствовали этому обществу представители царской семьи значит великий князь Николай Александрович Варматус Старший и почетным председателем императорского русского общества акклиматизации животных и растений был великий князь Сергей Александрович Вот здесь вы видите нагрудный знак награду которую выдавали за заслуги в области акклиматизации знаки различались отделом и вот знак который представлен здесь это знак археологического отдела наверху в рыбку видите вот здесь вот вот это вот их теологический отдел императорского русского общества акклиматизации имени императора Александра Второго это вот такие награды выдавали за заслуги в области охраны природы тогда в 1863 году в Москве состоялась первая акклиматизационная выставка значит императорское общество акклиматизации с этого момента начало проводить эти выставки ежегодно вот в политехническом музее состоялась первая выставка вот в дальнейшем эти выставки проводились в манеже вот здесь плохо видны к сожалению гравюры показывают как раз выставки в манеже разных лет то есть вы представляете себе московский манеж огромный зал никаких перегородок там не было там привозили землю в горшках в катках в емкости организовывали сады и вот там же стояли аквариумы в манеже вот делалось это все усиление замечательного русского натуралиста Анатолия Петровича Богданова собственно он и являлся организатором императорского общества правосудового он же и благодаря ему проходили эти выставки имперт Иванггамбургер на этом стал очень богатым человеком известным при дворе и в 1984 году например он презентовал будущему императору Николаю II тогда великому князю Николаю Александровичу в подарок огромный по тем временам аквариум длиной полтора метра и объемом более двухсот литров богато украшенный наследник престола был столь впечатлен подарком что пожаром пожаловал Альберт Иванович Камбургер перстнем с любимыми галереи бриллиантами а аквариум занял достойное место в кабинете императорского величества в Санкосельском дворце говорят что этот аквариум там сохранялся до событий 1917 года когда его разбили и уничтожили известные вам все переворочили из них достаточной сохраняем обзанд строй украшен Продолжение следует...